Дорогие друзья, всем привет! С вами интернет-магазин продавец воздуха. Сегодня поговорим о том, почему фильтр кувшин это бред, почему его никогда не нужно покупать, почему он не даст чистую воду на выходе и так далее. Откуда у данного вопроса растут ноги? Очень многое количество людей поставили знак равенства между фильтром кувшином и другими фильтрующими системами. Например, между трехступенчатой и иногда еще и даже между осмосом. То есть есть понимание, что якобы те системы это просто комфортная инсталляция под раковиной, ну а это вот кувшин, отличный способ почистить водопроводную воду, которую потом еще и можно пить. Нет, ничего подобного. Собственно, господа, в этом видео расскажем, почему это делать нельзя, какие есть пути решения, как происходит очистка в этом устройстве. Словом, после просмотра видео вы поймете, почему от кувшинов нужно отвернуться раз и навсегда, если вы по какой-то причине ими пользуетесь или хотите начать ими пользоваться. Допустим, вы купили кувшин. Итак, давайте посмотрим, как же происходит процесс очистки. Ну, начнем с самого простого. Я просто буду попутно рассказывать. Заливая воду в кувшин, она попадает на фильтр. Давайте сейчас мы нальем, пусть будет какой-то экшн, какое-то действие. Вот забулькал, и сейчас водичка пойдет у нас вниз. Собственно, внутри установлен картридж. Вы видите сейчас примерно то, как происходит проток. Вода начинает фильтроваться, когда фильтр новый с самого верха. То есть, она проходит через сорбционный материал, который находится внутри. То есть, что там может находиться внутри. Чаще всего там идет какой-нибудь либо угольный наполнитель, либо гибрид уголь плюс механика. То есть, для очистки разных соединений. Вот. Покупая кувшин, если вы всю жизнь до этого пили обычную хлорированную воду, заливаете обычную воду из-под крана, вы будете ловить вау-эффект. Потому что вода на вкус станет абсолютно совершенно другой. И здесь, так скажем, происходит достаточно такая интересная уловка. Сорбент, который находится внутри, предположим, этот картридж полностью у нас угольный. Уголь прекрасно борется с хлором, он прекрасно борется с бактериями, прекрасно он борется с запахами и с органикой. Вот. Но есть то, с чем он вообще никаким образом не борется. Например, вирусы, например, какие-нибудь соли тяжелых металлов и так далее. Собственно, на выходе мы получаем воду, из которой уже убраны запахи. Которая не хлорированная, потому что угольный фильтр это все дело отсек. Мы ее пьем и нам вкусно. А вся фишка в том, что уголь действует на то, что мы, род человеческий, может почувствовать своими органами чувств. То есть, уголь уберет, допустим, мутность, воды какую-нибудь уберет, запах и так далее. То есть, то, что мы видим. И после угольного фильтра вода нам кажется вкусной. Ну, окей, она нам кажется вкусной, но это не значит, что в ней есть еще что-то другое. Так вот, почему кувшин и любая сорбционная система, сколько бы там ступеней фильтрации в ней ни было, если там нет мембраны, если это не обратный оспас, она никогда не даст на выходе очищенную воду. То есть, он будет проходить сколько угодно и все. Это, так скажем, первый значительный минус. Ну, не то, что значительный, это минус, который перекрывает, в принципе, концепцию этого устройства. То есть, пользоваться этим для питья нельзя вообще ни в каком случае. Единственное, что кувшин годен, это чтобы вы воду из водопровода предварительно фильтровали. И потом, допустим, заливали в чайник, кипятили, и после этого ее можно было пить. Вот, следующий минус, который у кувшина есть, это, так скажем, его картридж. Вот, картридж, он не бесконечный, он имеет какой-то ограниченный ресурс, какой-то объем по литражу. Так вот, так как я сказал, что угольный фильтр прекрасно от себя отсекает бактерии, он еще и достаточно неплохо справляется с органикой. Вот, а органика это, так скажем, благоприятная почва для развития бактерий. Вот, а что собой представляет уголь? Уголь это, так скажем, активированный, ну, представьте, что в нем есть огромное количество трещинок, и вот все, что вот сейчас в воде проходит, это все в угле и задерживается в этих трещинках. Так вот, когда происходит взаимодействие бактерий и органики, начинается, так скажем, своего рода бактериальная свадьба, и вот эти нетронутые опоры, угля свободные, они начинают постепенно забиваться. Вот, тем самым, даже когда вы не фильтруете воду, ресурс картриджа постепенно сокращается. Когда вы воду, дорогие друзья, заливаете сверху вниз, соответственно, она, ну, и начинает как бы фильтроваться сверху вниз. И вот эта вот, вся вот эта длина картриджа, какую бы градиентную структуру он ни имел, картридж начинает умирать тоже постепенно сверху вниз. Так вот, допустим, там, не знаю, 100 литров спустя, условно, цифру берем, да, какая-то сейчас часть картриджа вверху уже не рабочая, то есть она уже ничего не фильтрует, ничего не сорбирует. В водичке остается уже не так много, чтобы дойти до, так скажем, до конца картриджа и уже попасть в бачок, в сам кувшин, из которого водичку вы потом будете наливать. Соответственно, вау-эффект, который вы получаете в самом начале при питье этой воды, он постепенно-постепенно снижается, и вы постепенно-постепенно этого можете не замечать. Либо потом, к примеру, когда вы фильтром кувшином попользуетесь, потом вы решите думать, дайте-ка я попью обычную, там, к примеру, водопроводную воду, попили и поняли, что, в принципе, все одно и то же, типа кувшин нафиг не нужен и так далее. Хотя, действительно, поначалу он дает какую-то очистку, но она вообще незначительная, и воду такой считать питьевой нельзя. Поэтому, господа, фильтр кувшин – это бред, который покупать нельзя. Сколько бы он ни стоил, неважно, дешевый он, дорогой, без разницы, какой в нем стоит картридж. Скорее всего, в нем будет стоять какой-нибудь прям угольный, чтобы человек на выходе чувствовал вау-эффект, чтобы была, блин, прикольная чистая вода. Хотя там есть еще дофига, чего можно убрать. Можно, так скажем, есть картриджи с его наобменной смолой, есть механические картриджи, есть угольные картриджи, и вот, так скажем, поместить в кувшин их все три, ну, невозможно никаким образом. Сделать какой-то микс, сделать гибрид из этого, ну, значит, не достичь ничего другого. Хотя это тоже, к сожалению, все есть на рынке. А учитывая то, что производство этих картриджей, оно никаким образом вообще не регламентируется никем и никак не контролируется, есть очень большое количество картриджей, которые при установке даже не начинают работать. Поэтому, друзья, никогда не покупайте фильтр кувшин. Мораль, друзья, качество очистки воды с эрапционным фильтром, оно нестабильно, оно всегда будет идти к низу. Не важно, какое там качество угля, не важно, какой там наполнитель и так далее, все будет взобиваться сверху вниз, и вода постепенно на выходе будет получаться хуже и хуже и хуже. Поэтому единственно правильный вариант, чтобы получить себе понятную воду, понятного качества, то есть, можно сказать, обзавестись собственным заводом, мини-заводом по производству бутылированной воды у себя дома под раковиной, это купить систему обратного осмоса. Сейчас перед вами таковая от Электролюкс замечательная система, у которой, между прочим, вот эти вот, ну, как и у любой обратноосматической системы, вот эти ступени фильтрации, как вот здесь вот есть фильтр кувшиня, здесь вот такие выступают фильтром предварительной очистки. Они намного больше по размеру, их ступеней больше, а основную очистку производит мембрана. То есть, именно она делает воду сверхчистой, то есть, такой, что в ней не остаётся ничего, то есть, дистиллированной. Такую воду абсолютно безопасно пить, и именно сверхчистая вода является основой для всех жидкостных сред нашего организма. Поэтому, господа, покупайте систему с обратным осмосом. Она, по сути, покупается раз и навсегда. Вы устанавливаете её под раковины, а потом просто раз в несколько лет вы меняете фильтры, меняете мембрану, и всё это не стоит дорого. На момент съёмок такая система стоит даже меньше, чем 10 тысяч рублей. Список преимуществ, которые вы получаете, многократно превосходит её стоимость. То есть, элементарно, вы как минимум существенно сокращаете нагрузку на ваши почки. Так что, если вы не хотите, чтобы ваши почки стали как с камнями мешочки, забудьтесь о воде, которую вы пьёте. Купить его можно у нас в Москве, в Викториумбурге и с доставкой по всей России. А на этом на сегодня всё. Если у вас есть вопросы, вы можете адресовать их нам в комментариях. Мы всегда читаем абсолютно все комментарии на вопросы со смысловой нагрузкой и с отсутствием ярко выраженной репетитивности мы отвечаем. На этом я откланяюсь, господа, и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok